Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной новой недели. Полномерно развивается апрель месяц. Мы продолжаем следить за основными макроэкономическими событиями, отслеживать фундамент и статистику американского происхождения, поскольку какой бы новостной фонд сейчас на рынке не складывался, мы, как и все, наверное, участники рынка, которые не игнорируют фундамент, прекрасно понимаем то, что основной темой для всех площадок остаются, опять же, предстоящие решения американского регулятора по поводу процентных ставок. Это, скажем, весьма актуальное событие, скажем, даже несколько событий, которые грядут еще до конца этого года, поскольку напрямую они повлияют на бакс, а поведение американца скажется по принципу цепной реакции на прочих инструментах, которые мы также с вами торгуем изо дня в день. Ну, а Farm Perls, ключевой отчет по состоянию американского сектора, рынка труда позади. Впереди у нас первый тур голосования во Франции и, соответственно, риск для главной, основной, единой европейской валюты, потому что до сих пор, как ни крути, есть еще определенные шансы, есть еще те, кто считает, что Мари Липен способна одержать победу и, в принципе, может быть, даже занять поста президента Франции со всеми вытекающими отсюда впоследствии, учитывая ее политическую идеологию, направленную на исключительность автономии, потенциальной автономии Франции в рамках Европейского Союза. Этот новостной фронт не может быть неинтересным, поскольку, если посмотреть даже консенсус прогноза, есть идея, она сводится к тому, что если Мари Липен все-таки одержит победу, то европейская валюта может просесть до 15-летнего минимума и уж точно добраться до нашего с вами долгожданного паритетного значения против доллара. Но это для «Медведей», конечно же, цель максимум. Будем пока руководствоваться более краткосрочными ориентирами. Нашей целью пока что является поддержка 1,05 по паре евро-доллар. Это значимый рубеж, потому что уже неоднократно мы к нему подбирались, но ниже пара так и не закреплялась. Сейчас, кстати, котировки по евро-доллару 1,0579, и мы полномерно спускаемся к этому значению. Но давайте обо всем все-таки по порядку. К евро мы еще вернемся. Начнем мы с рынка черного золота, рынка нефти. UCOIL класс пятницы и по совместительству все недели 55.15, сейчас актив торгуется на отменке 55.34. Качели, в прямом смысле, сохраняются. Качели, основанные на то ли избыточных ожиданиях по какому-то фундаменту, то ли недореализованных, опять же, отчетах в плане реакции трейдеров. Но доминируют то «быки», то «медведи». Хотя в целом можно сказать, что сейчас лидерство очевидно за «быками». В прошлую среду были нащупаны основания для оснижения цен на нефть благодаря статистике по запасам. Я напоминаю то, что администрация аналитической информации сообщила о том, что за период недельной давности запасы все-таки выросли. Это несмотря на присутствующий прогноз аналитиков Уолл-стрит о том, что запасы могут снизиться на 200 тысяч баррелей в сутки. И несмотря на тот релиз, который был опубликован днем ранее от Американского института нефти, тоже прочего, что запасы на самом деле сократились все. Ну, в принципе, по этому отчету было так. Но официальная статистика, которой нужно доверять, указывает на другое. Быки не отступают, не упускают этот инструмент и бренд и WDI. Почему? Потому что считают то, что рост запасов – это следствие более высоких объемов добычи нефти в штатах. Положительным моментом для рынка нефти является ожидание продвижения действия аналитического факта. Ну и еще, конечно же, не стоит игнорировать фундамент, сигнализирующий увеличение загрузки производственных мощностей на нефтеперерабатывающих заводах. Здесь, на самом деле, логика простая. Я уже вас знакомил с ней, то, что если загрузка растет на 1%, это эквивалентно дополнительному спросу на энергосырье на 150-170 тысяч баррелей в сутки. За последние две недели загрузка НПЗ увеличилась на 4%. Значит, можно рассчитывать на то, что спрос на сырье, на нефть увеличится больше, чем на полмиллиона баррелей. Но приведет ли это к снижению запасов – все-таки большой вопрос. Трейдеры не особо отреагировали на эту статистику на прошлой неделе. Я думаю, что сам факт все-таки присутствующего осознания того, что мировые запасы на очень высоком уровне, запасы нефти в США по-прежнему на рекордных показателях. Это статистика вкупе с увеличением добычи нефти. А в штатах оказалось, вроде, компенсирующее воздействие на увеличение нефтепереработки. Сезонность фактора, с одной стороны, это положительный момент, потому что в весенне-летний период растет потребление, и запасы традиционно снижаются. Рынок очень быстро приедается к этой теме и начинает игнорировать статистику по запасам. Изменится ли ситуация в ближайшее время? Меня это тоже волнует, как трейдера, который специализируется и на нефти тоже. Я думаю, что, скорее всего, рынок уже будет более вяло реагировать на предстоящие отчеты по запасам, фокусируясь на прежних проблемах. Прежние проблемы, я повторяться не буду, вы все знаете, это глобальные, связанные с перенасечением и перепроизводством. Я не хочу искать поддержки для нефти в виде тех же самых сообщений, которые, между прочим, самые актуальные обсуждаемые, скажем, новости, это, опять же, американские авиаудары по территории Сирии. Кто-то считает то, что именно этот фундамент стал причиной резкого роста цен на них. Но я считаю то, что это не так, потому что Сирия, при всем уважении к этому государству, занимает очень скромную долю по экспортным глобальным мировым поставкам энергосырья. Поэтому, ну, никак не способна повлиять на общую картину. Соответственно, прежние медвежьи ориентиры сохраняют свою актуальность, потому что на основном фон не изменился. Мы с вами ориентировались на Baker Hughes, количество медвежьих терминалов, и в конце получили еще один отсчет, уже, наверное, 12-ю неделю подряд, когда запасы, точнее, количество платформ увеличивается. Плюс 10 штук, поэтому рост с 662 до 672. Ждем прироста и в объемах производства нерти. Цель, как и раньше, надеюсь, будем смещаться в район 50 долларов за баррель, сейчас котировки 55.34, и нам нужно по-любому скрепиться ниже отметки 55, потому что, если этого не произойдет, то развитие дальнейшего понижательного ралли нам придется с оптимизмом говорить и надеяться, что это случится. Рубль 57.45 против доллара. Здесь целая ситуация чуть изменилась, но изменилась она, опять же, в пользу нашим с вами прогнозам. Мы ожидали то, что девальвация все-таки должна проявиться. Пока есть определенные сигналы того, что это уже в формате произошло, но все равно нам нужна пара повыше. Я надеюсь то, что в ближайшее время рубль все-таки станет обращать внимание еще и на, как и раньше, факт корреляции с ценами на нефть, и при реализации потенциала снижения давление будет более усилено. Ну и против рубля должен действовать, конечно же, и доллар, который все-таки имеет основания для дальнейшего роста. Кстати, вот прямо предлагаю переключиться теперь на пару доллар-японской иены и посмотреть, что происходит с ней. Что интересного по американцу в рамках заключительной сессии в прошлой неделе у нас сейчас имеется. Отчет Lone Farm Parals. Ключевой фундамент, пожалуй, даже всей недели по цифрам. Вы уже все прекрасно видели. Прирост новых рабочих мест 98219. На самом деле действительно хуже, чем ожидали эксперты. Но я напоминаю то, что уже давно было обозначено тем же самым ФИД резервом. Достаточно создавать по 100 тысяч новых рабочих мест, чтобы сохранить тренд восстановления и способствовать в целом оздоровлению американской экономики. Пока все действует в конве, даже если закрыть глаза на этот расчет, который в принципе довольно неплохой. Средняя находится гораздо выше 100 тысяч, поэтому рынок труда прогрессирует. И ни в коем случае не нужно считать то, что эта тенденция роста восстановления изменилась. Средняя почасовая заработная плата, в месячном выражении 0,2% все в соответствии с прогнозом. А вот уровень безработицы снизился до 4,5% со 4,7%. Это минимальное значение с 2007 года. Если посмотреть сейчас на пару долларов японской иены, то вы сможете увидеть, как на дневках рисуются самые настоящие доджики, которые являются прежде всего свидетельством того, что рынок никак не может определиться с дальнейшим направлением. Значит, мы можем предположить с вами, что в лучшем случае продолжится консолидация, в худшем случае рынок определится с дальнейшим конкретным направлением, и хотелось бы, чтобы это направление уже было восходящим. Я вам обещал, что в понедельник мы с вами вернемся в паре доллара и японская иена. Я думаю, что текущие котировки по USD иены 111.42 позволяют рискнуть и все-таки снова поставить на рост американца против иены. Очень длительное время мы уже котировались чуть выше планки 110, оценивали, взвешивали фундамент, что для трейдеров более определяющим на текущий момент является. Статистика, либо все-таки политические факторы. Вроде бы политического негатива за последние дни нам хватало, и доллар все равно выставил. Поэтому при неизменности текущего фундамента, я думаю, то, что участники рынка больше начнут склоняться в пользу оценки. Логичный. На текущего новостного фона оценки статистики, которые в принципе позитивные для доллара. И ожидание того, что ФРС будет действовать и двигаться дальше в рамках прежнего вектора, направленного на ужесточение монетарной политики. В этом не стоит сомневаться, потому что голосующие члены уже все высказались по этому вопросу. И единственное, что сейчас может быть подвергнут обсуждению, это количество повышения процентной ставки. Мы с вами за, скажем, сверхпланами по данному циклу нормализации денежно-кредитной политики не гонимся. Нам достаточно консервативных таких ожиданий два повышения процентной ставки. Если это произойдет, я думаю, то, что доллар должен акклиматься. И в данном случае предлагаю уже даже как-то срочно ставить на то, что американская валюта будет расти. Если картина изменится и снова политические риски будут доминирующими, я вам об этом расскажу. Мы подведем итоги, опять же, подобного изменения настроений и в случае необходимости переориентируем, собственно, наш трейдинг и по этой валютной паре. Но пока я предлагаю возвращаться к длинным позициям. Евро против доллара. Европейская валюта снижается. Поддержка 1.05 уже не за горами. Чем ближе, опять же, первый тур голосования во Франции, уверен, тем выше влияние рисков неопределенности. Если вас интересует вопрос тематики политического толка, думаю, что вам будет полезно знать, что сейчас в качестве, скажем, основных противоборствующих сил рассматриваются кандидатуры. Это Эммануэль Макрон. Мы, в принципе, уже месяц назад сделали ставку на то, что, скорее всего, именно Макрон станет президентом Франции. Но есть еще и риск того, что произойдет самый невероятный. Это победа Морилипе. На текущий момент общественное настроение по факту первого тура голосования разделились следующим образом. Эммануэль Макрон поддерживает 24%. И как вы думаете, сколько процентов преспондентов высказывается за Морилипе? На самом деле 23%, то есть всего лишь на 1% ниже. Отсюда вытекает самый простой вывод. То, что произойти может все, что угодно. У Морилипе есть шансы, чтобы убедить еще определенную часть электората рассмотреть возможность и более выгодных, скажем, условий и последствий для национальной экономики и ее президентства. Все это, на мой взгляд, в ближайшее время, хотя бы просто из ожидания того, как это протестание будет дальше реализовываться, создает больше негатива для европейской валюты. Тем более, что для, опять же, аргументов в пользу села евро у нас выступает еще и ожидание того, что экономические стимулы будут сохраняться в рамках действий Европейского Центрального Банка. Об этом просто четверг говорил Марио Драги. Подвергать сомнению такую риторику не стоит, потому что Драги четко отметил то, что ИЦБ даже не обсуждал пока возможности повышения процентной ставки и выхода из программы количественного смягчения. Значит, 2017 год, как минимум до конца, мы будем работать с такой беспрецедентной стимулирующей политикой и будем в целом позиционно долгосрочно продавать евро. Фунт против американца. Здесь тоже складывается хороший тренд, нужный нам, как медведям. Фунт снижается, реагирует подавляющим образом сейчас на статистику. Ее на прошлой неделе хватало. Это индекс активности производства в строительстве и в сфере услуг и еще в пятницу промпроизводства, которое, как и ожидалось, вслед за слабыми значениями индекса активности в производственном секторе тоже рассел. 2,8 годового выражения с 3,3 в месячном и вовсе звучащая. Цифра минус 0,7. Спад с прошлого снижения на минус на 0,3%. После публикации этих данных у нас была возможность послушать, что думает о текущей ситуации Марк Карни, который возглавляет британский регулятор. Было много, опять же, высказаний по поводу последствий Брекзита. И Карни отметил то, что именно Брекзит и факт вот этого сейчас усиливающегося проявления разногласий между Еврогруппой и Тереза Мэй несет для национальной экономики серьезнейший финансовый риск. Это прямая формулировка со стороны Карни. Не думаю, что она создает какой-то позитив для британца. Я считаю то, что такие, опять же, высказывания подтверждают наш с вами посыл и ожидание того, что фунт будет позиционно находиться под давлением. И ни в коем случае не стоит забывать тем, кто сейчас торгует фунтом, про постановление Еврогруппы, которое было сделано в прошлый четверг, о том, что процедура Брекзита будет довольно сложной. И, прежде всего, Еврогруппа будет исходить из исключительности и привлекательности интересных национальных граждан. Я вам рассказывал об условиях сохранения доступа к единому европейскому рынку. В принципе, Еврогруппа не против, но нужно, чтобы Англия выполнила ряд условий. И вот этот уже избитый по обсуждению долг, скажем так, Англии перед Еврогруппой в 50-60 миллиардов евро, как фискальные правовые обязательства или даже компенсация за экономический ущерб вследствие развала Европейского союза, в целом, данного объединения, этот долг все-таки придется выплатить. Потому что, если этого не произойдет, Еврогруппа даже не будет обсуждать дальнейшие условия, их условия более приемлемые для Англии выходы состава ЕС. В целом, такой фундамент создает больше оснований для распродаж. Я надеюсь, друзья, то, что по фунту мы пойдем ниже. Ниже это как минимум до отметки 1.22-1.21. Дальше идем. Золото на прошлой неделе очень сильно прибавило. По сути, пятимесячный хай у нас. Возможно, одним из основных рисков в последние дни для, опять же, инвесторских настроений и фактором поддержки для золота выступил вот этот инцидент, связанный с ракетным ударом США по территории Сирии. Уже заговорили о том, что это проявление явной эскалации напряженности и противостояния между США и Россией, потому что даже Россия трактовала то, что произошло, как самый настоящий акт агрессии. Конечно же, такой новостной фон традиционно становится причиной повышенного спроса на защитные инструменты, тем более, что и доллар пока еще не развернул, не раскрыл своего потенциала роста. Драгметал выиграл. Но надолго ли? Я думаю, что это уже предельное значение и пройдет еще несколько дней, особенно если золото заберется, как я, буду рекомендовать вам продавать этот инструмент. Пока от коротких позиций стоит воздержаться, да и вообще стоит воздержаться от торговли рынком драгоценных металлов. Доллар канадец. Статистика по рынку труда в купе с Non-Farm Parallels в пятницу вышла из менее занятых плюс 19,4 против прошлого 15,3. Хорошая цифра. А вот уровень безработицы вырос с 6,6 до 6,7%. Канадская валюта в целом отреагировала довольно скромно на этот релиз. Сейчас у нас котировки 1,3420. Немного нам остается до нашей цели 1,35. Я думаю, то, что если нет, в ближайшие дни даст слабину, хотела потерять доллар с небольшим, то пара USDK доберется до сопротивления 1,35. Потому что в целом фундамент остается больше медвежим, а значит, сохраняет свою актуальность наши с вами идеи, которые направлены на покупку американца против канадца. Из других валютных пар австралийцы и новозеландцы активно снижаются, картина не меняется. И хорошо то, что они снижаются, потому что это самый настоящий тренд. Это не несколько сессий, это уже больше месяца мы идем вниз. Я думаю, то, что по австралийцу очень скоро мы доберемся до отметки 0,73, сейчас котировки 0,74, 80. Новозеландец 0,69,32, пробили мы поддержку 0,70 и идем к нашей с вами цели 0,68. S&P 2357, пунктов И4, консолидация и проторговка в рамках узкого диапазона, нужен какой-то триггер. И судя по последней статистике по Non-Farm Parallels, хорошо то, что в целом данные неплохие. Я думаю, то, что рынок будет больше сейчас разворачиваться на последующие релизы. На этой неделе у нас данные по инфляции и по роничным продажам по Штатам. И не сомневаюсь в том, что эта статистика сможет поддержать американцы и, соответственно, усилить ожидания трейдеров по более высоким перспективам американской фонды. Как и раньше, ждем как минимум 2400 пунктов по главной американской пинчмарке фондового рынка, индексу S&P. Сегодня из событий в 23.10 выступление Джанет Йеллен. Безусловно, интересно будет ее послушать, хотя мы уже знаем, какой позиции она выдерживается. Не думаю, что что-то изменилось в ее взглядах. Но все равно интересно, как отреагирует доллар на ее риторику. Если завтра с утра у нас будет возможность говорить о росте американца, значит, это еще один аргумент в пользу того, что трейдеры наконец-таки убрали политические риски на второй план и больше сейчас дают предпочтение торговле предсказуемой сильной статистике, что в принципе создает возможности для роста. Друзья, на этом все. Если есть вопросы, как и всегда, канал на YouTube к вашим услугам, оставляйте комментарии там. Не забывайте про то, что я искренне всегда вам благодарен за лайки, тем более поставить их очень недолго и не трудоемкое для вас дело. Надеюсь, что многие из вас прислушиваются к такой моей латентности, к этой потребности, видеть их и понимают, почему они имеют очень большое значение. Это мотивирующий фактор, который говорит о том, что контент нужно развивать, канал нужно поддерживать и в принципе нужно продолжать проводить аналитику как можно чаще. Что, собственно, мы и стараемся делать для вас, друзья. Еще раз по поводу вопросов. Есть желание высказаться, есть собственное видение рынка, которое может отличаться, конечно же, может отличаться от моего. Я с огромным удовольствием вас приглашаю всех на канал на YouTube, потому что наше трейлерское сообщество уже довольно-таки обширно и думаю, что приятно будет всем познакомиться с альтернативным мнением, приятно будет подискутировать и так далее. Сегодня мы еще раз с вами встретимся в 16.30 по московскому времени на вебинаре «Правильно понедельник». У кого будет возможность присутствовать, приглашаю вас на него, разберемся с основным фундамент прошлой недели и посмотрим на те отчеты, которые впереди у нас в рамках этой пятидневки, поставим также среднесрочные цели. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok